добрый вечер уважаемые друзья добрый вечер коллеги и партнеры дайте мне пожалуйста обратную связь в нашем чате слышно видно меня хорошо или нет в виде плюсик спасибо евгений сегодня у нас понедельник скажем так уже был один вебинар сегодня по сути дела поздравляю вас всех с началом последний наверно майской недели этого года да и скоро наступит лето но и одно хочу еще добавить от себя то что по сути дела сегодня и завтра еще достаточно горячие дни кто мне подскажет почему у нас завершается с точнее 6 этап уже завершён из 1 июня у нас происходит смена дисконта пересход переход работы группы компании skyway на седьмой этап то есть по тому бизнес-плану который у нас четкий составленный в период времени с 2014 по 2017 год мы переходим на седьмой этап у нас меняется дисконт венчурность проекта который называется skyway до небесной дороги становится все ниже то есть вложение денежных средств менее рискованные по сравнению с тем что было в самом начале и сегодня мы с вами поговорим о компании skyway capital на презентации который вы сейчас находитесь единственно хотел бы задать вопрос если среди вас нас не так много те люди которые были на это фестивале в апреле месяце в городе минске и в минской области есть такие люди есть поставьте цифру 5 вот потому что было много людей было более 700 человек и наши инвесторы с большого количества стран там несколько десятков стран мира могли воочию убедиться на что идут денежные средства которые люди инвестируют сегодня наш проект что уже сделано сегодняшний день вот и в принципе насколько мы близки к тому чтобы продемонстрировать данный вид транспорта осуществить сертификационная работа и выйти с технологии разработанной Анатолий Дорчим Ленинским на мировой транспортный рынок а с теми пакетами медалей и акций от аллей компании которые вы сегодня можете приобрести на мировой рынок инвестиций но судя потому что никто не поставил пятерочку я так понял никого не было да в минске в минской области ну тогда может быть от меня такая рекомендация к вам если вы хотите увидеть еще раз все своими глазами убедиться да в действенности нашего проекта что происходит сегодня то в октябре месяце у вас будет такая же возможность потому что планируется провести еще одно крупное международное мероприятие и на территории технопарка в том числе это будет после выставки на транс сегодняшний вебинар будет состоять из двух частей первая часть кратко о технологии потому что они можно рассказывать часами и сутками да вот мы даем краткое представление о технологии в первой части вебинара и вторая часть это предложение компании skyway capital вот такие дела поэтому давать наверное сразу с вами приступим к делу кратко поговорим о технологии разработанной Анатолий Дарчем Юницким и прежде чем это сделать наверное четыре важных пункта мимо которых пройти нельзя компания skyway capital презентация которая сейчас проходит находится точнее зарегистрирована на территории великобритании вы видите номер регистрационный вы можете найти на сайте официального регистратора великобритании данные по компании first skyway invest group так ее полное название юридическое skyway capital это торговая марка компания является с первого дня своей деятельности официальным партнером группы компаний skyway по привлечению инвестиций в проект реализации новой инновационной прорывной транспортной технологии которая называется skyway или небесной дороги по сути дела своей деятельностью мы способствуем выведению скажем данного вида транспорта на мировой рынок и в своей скажем основе да то есть методику которую мы избрали для того чтобы привлекать инвестиции мы переняли опыт у корневой компании раз в систем то есть работаем по системе крауд инвестинга либо народного инвестирования то есть сегодня практически любой житель земли по мере своих способностей возможности да может принять участие в нашем проекте и пока еще стать совладельцем ближайшее время крупнейшей транспортной компании я думаю вы со мной не будете спорить и согласитесь то что транспортной отрасли сегодня затрагивает но наверное интересы жизненные интересы более 90 процентов людей проживающих на территории земного шара и в этой отрасли крутятся миллиарды и триллионы долларов до фунтов там рублей неважно какой валюты то есть огромные деньги потому что без транспорта мы сегодня фактически наверно ничего не можем сделать нам нужно передвигаться для того чтобы попасть там на работу отдых путешествия перевозка различных грузов то есть все это необходимо для того чтобы мы с вами чувствовали себя комфортно и чтобы наша жизнь была как мы говорим нормально до обеспечены всем если проблемы в транспортной отрасли их огромное количество то есть нам сегодня привычны четыре транспортные системы которые мы ежедневно используем это автомобильный железнодорожный воздушный транспорт вертолета самолета да и водный транспорт речной морской так вот технология которая разработана российским советским белорусским ученым предпринимателем изобретателем натуре дарчим юницким это новый шаг до в транспортной сфере это можно сказать большой большой прыжок в будущее и это устранение всех тех недостатков которых мы с вами сегодня еще поговорим на нашей презентации которые присущи транспортной отрасли неважно какую бы систему транспортную не взяли будет автомобильный транспорт железнодорожный воздушный либо водный например все они погодозависимы да вот ну даже такой факт что технологии разработанные низким транспортные средства которые будут передвигаться по транспортной эстакаде поднятой на земле они фактически никак не будут зависеть от тех климатических условий которые будут данный момент времени где будет передвигаться транспортные средства и так анатолий дарыч юницкий тот человек который является генеральным конструктором струнных технологий и человеком который это все придумал разработал порядка 39 лет назад да и он упорно продолжает идти к своей цели то есть на сегодняшний день технологии в принципе от первого первые поданные заявки на изобретение до сегодняшнего дня насчитывает почти четыре десятка лет разные были скажем так сложности разные возникали вопросы во время реализации данной технологии но есть как успешные шаги так и скажем наверное те факты которые не позволяли вовремя внедрить данную технологию но тем не менее надо дать должное да генеральному конструктору изобретателю дарыч юницкому что он продолжал вести работы над внедрением этой технологии и сегодня мы очень близки к тому чтобы ее скажем так довести до конца эту работу анатолий дарыч юницкий родился на территории белоруссии в бывшем советском союзе почему его называют скажем так советским российским белорусским предпринимателем изобретателем за время разработки внедрения технологии skyway разработки технологии струнного транспорта да он руководил двумя проектами организации огненных наций если вообще затрагивать струнные технологии то речь идет не только о транспорте второго уровня который будет поднят на землей вот речь также идет о том что струнные технологии можно применять такой сфере как строительство высотных зданий и домов например коттеджного типа строительство портов то есть можно использовать струнные технологии для этого строительство взлетно-посадочных полос аэродромов и аэропортов и строительство мостов то есть везде струнные технологии могут быть применены в том что я сказал в начале своей деятельности натуре дарыч юницкий стал членом Федерации космонавтики СССР, которая одна из первых признала всю перспективность разработки использования данных технологий в первую очередь на территории бывшего Советского Союза. За это время у него было более 140 различных изобретений. Несколько десятков из них сегодня на практике уже реализованы в целом ряде направлений развития промышленности и сельского хозяйства. Он автор 18 монографий, у него более 200 научных работ и огромный пласт информации о том, чем занимался в своей жизни, о его научных разработках. Статьи и материалы, связанные со струнным транспортом и струнными технологиями, вы можете подчеркнуть на сайте Анатолия Дарыча Юницкого или инженера Юницкого, как называют его иногда, www.unitsky.com. То есть там от первых статей, касаемых струнного транспорта, и заканчивая государственными контрактами на строительство дорог в целом ряде регионов Российской Федерации. То, что было сделано на заре 2000-х годов, то есть на заре нашей новой эры. Прежде чем рассказать краткую историю развития струнных технологий, то есть она условно разбита на 4 этапа, сегодня мы с вами находимся на 4 этапе развития струнных технологий, я хотел бы вам показать ролик, который продемонстрирует, что из себя данная технология представляет. Он называется Transnet. Transnet это новый вид мировой паутины. Мировая паутина под названием интернет нам с вами в принципе, в большей-меньшей степени известно, потому что все равно еще сохраняется огромное количество участков, местностей, стран, где люди не имеют доступа к интернету. И как раз таки внедрение Transnet, по сути дела переход в 6-й технологический уклад, позволит нам в удаленные уголки планеты, в удаленные уголки целого ряда стран, довести все те прелести цивилизации, которые мы с вами пользуемся, проживая в крупных городах, в областных, в районных центрах. То, что нам доступно здесь, и недоступно в большом-большом количестве регионов. Так вот, Transnet – это то, что сейчас будет рассказано в этом ролике. Две минуты кратко покажут вам, что из себя представляет транспорт будущего, недалекого, кстати, будущего, чем он отличается от большинства знакомых нам транспортных систем. И в этом ролике, по сути, будут перечислены основные достоинства данного транспорта по отношению ко всему тому, что мы сегодня с вами используем в повседневной жизни. Поэтому я вам предлагаю посмотреть две минуты ролик, и после которого мы с вами продолжим движение по информации нашего сегодняшнего вебинара. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Итак, друзья, ролик дает понять, что из себя на сегодняшний день представляет технология, то есть, что мы в ближайшее время запускаем. Буквально осталось там год-два. Да, и я думаю, что многие из вас увидели отличие данного вида транспорта от того, что мы с вами используем каждый день. Как я говорил уже, условно, историю развития струнных технологий можно разбить на четыре этапа. Первый этап длился с конца 70-х годов по середину 90-х. Это именно то время, когда зародилась идея, именно тогда была подана первая заявка на изобретение. По сути дела, именно тогда Федерация космонавтики СССР обратила внимание на развитие данной технологии. Была проведена в начале 80-х годов прошлого столетия конференция, посвященная внеракетному освоению космоса. И струнному транспорту там тоже было уделено внимание. Был получен первый грант Советского фонда мира на развитие и внедрение данной технологии. С 95-го по 2000-й год у Анатолия Дарвича уже была своя научная школа в Санкт-Петербурге. Там было осуществлено большое количество испытаний в аэродинамической трубе. В первую очередь это касалось высокоскоростного Skyway, потому что технология подразумевает, скажем так, охват всех трех сегментов транспортного рынка. Это и грузовой транспорт, который будет передвигаться со скоростью до 120 км в час. А сегодня, кстати, грузы с учетом погрузки-разгрузки по, скажем так, при использовании железнодорожного транспорта нашего грузового, передвигаются со скоростью 9 км в час. Вот такова статистика, причем статистика, данная самим непосредственно РЖД российскими железными дорогами. Далее, городской транспорт, строительство которого сейчас, кстати, осуществляется у нас в нашей компании на территории Минской области, скорость от 50 до 150 км в час. И высокоскоростной транспорт до 500 км в час, то есть это междугородный, международный Skyway. Итак, с 1995 по 2000 год это испытания в аэродинамической трубе, демонстрация действующих физических моделей различного масштаба, там 1,20 и 1,10. Это, по сути дела, первый грант организации объединенных наций на развитие данной технологии и отработка, в первую очередь, наверное, на бумаге технологий первого поколения струнного транспорта. Третий этап очень важный в развитии технологии, в развитии того, что делает Юницкий, потому что с 2001 по 2009 год на третьем этапе Анатолий Дорадович Юницкий был свой собственный тестовый участок, можно назвать тестовый полигон, демонстрационный полигон, где о данном виде транспорта по сути дела узнал весь мир. Очень много различных новостных каналов, как федеральных, телевизионных, так и региональных, рассказывали о технологии струнного транспорта, были тематические передачи, в прессе на различном уровне печаталась информация о струнном транспорте. Был целый ряд научных, технических форумов, в первую очередь в транспортном направлении, в которых принимал участие Анатолий Дорадович Юницкий с этой технологией, было получено большое количество призов и наград. То есть это промежуток времени, когда технология была продемонстрирована миру. На полигоне в подмосковном городе Озеры, именно там находился данный полигон, было проведено большое количество испытаний, отработан целый ряд методик, касаемых струнного транспорта. Полигон посещало большое количество международных делегаций из разных стран, и на полигон, как вы понимаете, приезжало большое количество различных комиссий, которые давали в итоге свои экспертные оценки целого ряда государственных органов, в первую очередь Российской Федерации, потому что полигон был на территории России. Большое участие в этом принимал тогда губернатор Красноярского края Александр Лебедь. То есть он услышал информацию о струнном транспорте, приложил большие усилия, именно он помог начать строительство полигона в подмосковном городе Озеры. Ну и все шло к тому, что данная, скажем, технология должна была быть реализована, потому что именно в этот промежуток времени на третьем этапе развития струнного транспорта были заключены те самые государственные контракты о строительстве дорог в целом ряде регионов Российской Федерации. Это и Ханты-Мансийский автономный округ, Хабаровский край, Ульяновская область. И именно в это время технология была продемонстрирована президенту Российской Федерации Дмитрию Натальевичу Медведеву на то время, именно он и был на госсовете в Ульяновске. Губернатор Ульяновской области предложил внести технологию, разработанную Юницким, в список критических, которые просто необходимо развивать на территории Российской Федерации с целью того, чтобы, ну, в первую очередь, конечно, улучшить состояние нашей транспортной отрасли, а потом, скажем так, с этой технологией выйти на территорию всего мира. И эта технология могла стать экспортной и увеличить приток денежных средств на территорию Российской Федерации. Медведев воспринял, скажем так, информацию достаточно спокойно, то есть назвал, что это самое, что ни на есть инновация, но, мол, найдете деньги, пожалуйста, реализовывайте данную технологию. И было принято решение после окончания этого госсовета выделить порядка миллиарда рублей. Министерство транспорта должно было изыскать резервы для того, чтобы начать строительство и, скажем так, реализацию проекта в Ульяновской области. К сожалению, в короткий промежуток времени после того, как состоялся госсовет, в подмосковном городе Озер полигон был разобран. Можно сказать, по кирпичикам ничего от него не осталось, ну и концов найти было невозможно. То есть приехало большое количество людей с надписью МЧС и попилили полигон, скажем так, на дрова. Было заявлено, что это, скажем, государственная земля, что на этой земле будет строиться важное предприятие, которое просто необходимо нашей стране. До сих пор на территории, там, где находился тестовый участок Анатолия Дарвича Веницкая, где был полигон, ничего не построено. Так, к сожалению, бывает. Возможно, это была борьба, мощных государственных корпораций из транспортной отрасли, которые каждый год получают миллиардные инвестиции, да, то есть дотация от государства на развитие, на поддержание их в работоспособном состоянии и еще, скажем так, с конкурентом, с конкурентом, который, по сути дела, даже еще и зародыш не превратился, жестоко обошлись. Ну, важно, что Анатолий Дарвич Веницкий не опустил, как мы говорим, руки, да, продолжал заниматься развитием своей технологии, продолжал вести переговоры с людьми из различного уровня административного ресурса целого ряда стран, с людьми мира бизнеса, которые могли проинвестировать проект, да, вложить свои денежные средства. К сожалению, большинство переговоров, да, фактически все зашли в тупик. Вот. И было принято решение как раз таки перейти на четвертый этап развития струнных технологий и начать осуществлять привлечение инвестиций в проект, но прежде чем это сделать, нужно было оценить интеллектуальную собственность. И вот про четвертый этап я начну, наверное, говорить буквально немножко позже, а прежде чем к этому перейти, хочу вам показать ролик, который продемонстрирует вам, ну, следующую информацию, то, что реально был полигон в подмосковном городе Озеры, то, что информацию о технологии, разработанной Юницким, они о технологии рассказывали на центральных телевизионных каналах, да, то есть технология была признана, технология была известна, и потом мы с вами по ходу нашей презентации увидим как раз таки перечень, маленький перечень тех структур из большого списка, то есть мы выбрали основные, которые давали свои экспертные заключения о том, что технология Юницкого является и инновационной, и перспективной, то, что она экономит огромное количество денежных средств, как при строительстве, так и при эксплуатации, то есть все нужно сделать, чтобы данную технологию использовать на территории Российской Федерации, ну, это, месторая технологии, Продолжение следует... 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 вот о чем мы сейчас с вами говорим и к этому можно отнестись так же как представьте себе что мы с вами откатились конец 70-х годов и к нам обращается билл гейтс к нам обращается стив джобс с предложением что знаете если вы сегодня проинвестирует там 15 30 60 130 там 2000 долларов сша в мой проект то через короткий промежуток времени программы которые я буду выпускать там устройства которые будут работать по технологиям разработанным например компания apple они все вам будут приносить прибыль по чуть-чуть с каждого проданного устройства и так далее вот мы сегодня фактически и юнистки сегодня предлагает то же самое и так в январе 2014 года в конце были привлечены первые инвестиции посредством крауд инвестинга в реализацию технологии разработанной юнистки сегодня мы с вами уже скажем так находимся в мае 2016 и по бизнес-плану который разработан я вам говорю мы закончили шестой этап развития компании с первого июня у нас начинается седьмой этап мы об этом поговорим немножко позже вот но как я и говорил перед роликом да что будет перечень целого ряда структур которые давали свои экспертные оценки заключения во время существования полигона в подмосковном городе озера вы эти структуры можете видеть сейчас на данном слайде то есть это институт проблем транспорта российской академии наук и то же самое кстати министерство экономики транспорта российская инженерная академия организация объемных наций то есть и целый ряд других структур которые скажем так несколько десятков да которые давали свои экспертные оценки заключения то что технология является перспективной то что ее необходимо использовать и развивать на территории российской федерации еще наверное важный момент на который я хотел бы обратить внимание то что генеральный конструктор технологии на то ли дарочу низкий имеет три высших образования первое это инженер транспорта второе образование это патентное право изобретательство и третье образование строительство и проектирование высотных зданий инфраструктурных сооружений вот все эти знания сегодня реализует в нашем проекте на данном слайде вы можете видеть наверное основные до отличительные особенности и преимущества струнного транспорта по отношению к тем транспортным технологиям которые мы имеем на сегодняшний день начиная от низкой себестоимости строительства и оказания в дальнейшем транспортные услуги ну пример здесь можно такой привести до экономия по стали на одном километре возведения дорог по технологии разработанную низким сравнение с высокоскоростной железнодорожной магистрали составляет порядка 500 750 тонн это на одном километре дорог а как говорит анатолий далачу низкий нам необходимо построить несколько миллионов километров дорог по струнным технологиям если мы с вами рассмотрим такой пример ну построена у нас автомобильная дорога железнодорожная да то есть транспорт мы используем и например зима идет снег что необходимо делать да то есть огромное количество человеческих ресурсов до техники денежных средств тратится на то чтобы убрать этот снег очистить его до такой струнной дороге до струнный транспорт он будет фактически эти денежные средства они будут не нужны потому что скажем так дорога поднята над землей расстояние высота эстакады по отношению к земле может составлять от нескольких десятков сантиметров до нескольких десятков и даже сотен метров в зависимости от исполнения до на данной данной эстакады данной дороги и снег который будет падать и прочее он не будет являться помехой потому что струнные рельсы до транспортное средство которое будет по этим струнным рельсам проезжать просто напросто будет сдувать этот снег и кстати на подмосковном полигоне в озерах когда он существовал специально проводили зимой испытания когда намораживали пять сантиметров и да на вот эти металлические рельсы струны и транспортное средство которое вы видели в ролике зил 131 легко взбиралась по этой 150 метровой эстакаде выдавливает этот лес скажем так из-под своих металлических колес остальные преимущества увидите на данном слайде можно затронуть например важный аспект это безопасность беспрецедентный уровень безопасности и действительно первое на что стоит обратить внимание транспортные потоки людские потоки будут разведены по уровням то есть люди не будут пересекаться с транспортом что уже скажем так на порядке снизит количество например смертей либо случаев инвалидности до который происходит у нас каждый день в разных уголках земного шара как заявляет анатолий дар еще низкий мы сможем сэкономить неправильное слово сохранить до до миллиона человеческих жизней год потому что более миллиона человек гибнет на различных автомобильных авариях и катастрофах вот и скажем так в десятки раз больше человеческие жизни сохраним нормальном работоспособном состоянии потому что люди не будут попадать в эти аварии с их здоровьем ничего не случится вы знаете да после аварии огромное количество людей остаются в состоянии инвалидности к сожалению это происходит каждый день и фактически как говорит анатолий дарович уницкий автомобиль стал более опасным скажем так орудием убийства чем автомат калашников потому что каждый год в автомобильных катастрофах людей погибает больше чем даже в существующих сегодня войнах вот такая вот картина землеотвод да если затронуть на паву в этом направлении скажем технологии разработки низким сто раз меньше необходим чем при строительстве обычной автомобильной дороги мало того еще огромное количество преимуществ потому что эстакада подняты на землю не нужно строить специальных водопропускных сооружений мостов возводить насыпи специальных и так далее так далее так далее то есть все это экономит огромное количество ресурсов строительных материалов энергии людских ресурсов и высочайший уровень автоматизации это тоже очень важно то есть человеческий фактор при использовании данной технологии будет сведен практически к нулю то есть преимущества данной технологии огромное количество более подробные вебинары которые посвящены непосредственно Соответственно, основам технологии Юницкого, отличием, преимуществом по отношению к тем транспортным системам, которые мы сегодня с вами используем в повседневной жизни, у нас на неделе, как правило, проходят 3-4 таких вебинара. Пару из них по понедельникам ведет Александр Мунков. По средам у нас проходит, скажем так, технологический вебинар, который ведут Сергей Сибиряков и Алексей Суходоев. У нас по воскресеньям есть семейные встречи, которые также проводит Александр Мунков, где гораздо более подробно освещается, что из себя представляет технология Юницкого, что было сделано ранее, ну и какие планы нас ожидают в будущем. То есть на презентации, вы понимаете, рассказать всего этого невозможно, потому что, по сути-то дела, презентация это то место, где вновь появившиеся люди могут понять, что есть что-то, чего они не знают, да, и если им информация понравилась, если они что-то хотят изменить в своей жизни, если мы, например, затронем тему инвестирования и так далее, они могут принять решение разобраться и дальше уже понять, надо ли им участвовать в этом проекте или нет. То есть презентация, по сути дела, это место выявления интереса. И наша задача сегодня это донести до человека информацию о том, что есть технологии, что есть возможности, которые, по сути дела, сегодня доступны абсолютно любому человеку, и люди могут стать совладельцами данной технологии, в дальнейшем получать очень серьезный доход в виде и дивидендов, которые будут приносить данная технология, потому что вы становитесь совладельцами пакета долей компании на сегодняшний день, да, и бизнес, который вы можете сегодня построить благодаря нашей поддержке, какой мы с вами поговорим немножко впереди. Итак, преимущество огромное количество здесь, поверьте мне, перечислены далеко не все на этом слайде. Пока я говорил, я думаю, многие из вас смогли прочитать, да, то, что на слайде написано и о чем идет речь. Далее, технология, как я вам сказал, привлечение денежных средств посредством краудинвестинга началось в январе 2014 года. 2014 год стал, скажем так, годом закладки фундамента, да, то есть достаточно большое количество людей разобралось технологию, видели перспективу, но и поначалу, конечно, приходили идейные люди, да, которые хотели, чтобы данная технология реализовалась, потому что и в направлении, скажем так, экологии, то есть это очень важно, передать нашу планету будущим поколениям, да, то есть данная технология как раз решает эти вопросы в том числе, вот. В 2014 году, по сути дела, осуществлялась, скажем так, аккумуляция денежных средств, которые начали использоваться нашей компанией в 2015 году. То есть деньги у нас нигде не лежат на счетах, они сразу идут на реализацию нашего проекта, на строительство экотехнопарка, сегодня так это называется. Итак, 2014 год, наверное, одним из самых важных ключевых моментов было начало привлечения инвестиций и открытия научно-производственного предприятия на территории Республики Беларусь, в городе Минске, где у нас появились в мае месяце первые, скажем, инженерные кадры и конструкторский персонал. Далее, 2015 год, прошлый год, то есть чем он был важен? Он стал переломным, потому что именно в январе-феврале, да, можно так промежуток времени определить, группа компаний Skyway определилась с участком местности, за который было принято решение начать бороться, да, на котором начнется строительство демонстрационного участка, чтобы показать, что из себя представляет данный транспорт. По сути дела, в этот промежуток времени была как раз-таки разработана первая схема застройки территории экотехнопарка. Начала свою деятельность компания Skyway Capital. В конце февраля, 24-го числа была проведена первая презентация нашего проекта, вот, той компания, на презентации которой вы сегодня находитесь. С апреля по июнь был целый ряд, скажем так, важных моментов, то есть были проведены двухраундные переговоры в обменных Арабских Эмиратах, в которых принимал участие Анатолий Дарвич Юницкий и специалисты наших конструкторских бюро. Вот. Был принят, скажем, целый ряд решений, да, то есть направление деятельности в направлении того, чтобы в ближайшее время точно так же начать реализовывать строительство демонстрационного участка на территории Эмирата Абудаби и там еще целый ряд вопросов. Вот. Далее. В июне месяце 22-го числа наконец-то состоялся аукцион, на котором было признано то, что данный участок местности закрепляется за компанией струнной технологии, генеральным директором которой является Анатолий Дарвич Юницкий. В конце июня месяца 29-го числа была сделана запись в Единый государственный регистр недвижимого имущества Республики Беларусь, номер вы увидите на данном этапе, ой, на данном слайде. В июле месяце была закончена реструктуризация группы компаний SkyWay. Мы перешли на работу с пакетами в долларом эквиваленте, перерегистрировались на территорию Британских и Вирджинских островов. Вот. И, по сути дела, в конце июля началось строительство экотехнопарка. То есть были выполнены первые там изыскательные работы, да, то есть прошел первый субботник в конце июля месяца. А в августе и по сегодняшний день идет активное строительство тестовых участков на территории экотехнопарка. Очень важной процедурой была, скажем так, присвоение международного индикационного кода ценной бумаги, которая состоялась в сентябре. То есть специалистом нашей компании был получен этот код. Это та процедура, которую проходят фактически все публичные компании, акции которых сегодня котируются на различных международных биржах. В сентябре наше научно-производственное предприятие посетило делегации из Австралии, которую возглавлял Род Хоук. Человек, который на территории Австралии реализовал целый ряд инфраструктурных проектов в направлении транспорта и недвижимости. И вот сегодня как раз-таки у нас большое количество новостей именно с континента Австралии, потому что посетив наш экотехнопарк, посетив конструкторское бюро, пообщавшись с генеральным конструктором, с Анатолием Даровичем Юницким, Род Хоук вместе со своей делегацией уехал с твердым намерением начинать осуществление строительства дорог на территории австралийского континента. И сейчас прошло подтверждение, что в университете Аделаиды будет построен сначала демонстрационный 500-метровый участок, который продемонстрирует возможности струнного транспорта. Но разговор уже идет о том, что будут привлечены даже государственные инвестиции. И планируется приезд в июне месяце большой австралийской делегации в Республику Беларусь, в наше конструкторское бюро, где уже конкретно будут вестись переговоры о том, что, где и как может быть построено. То есть это очень важно, это важная веха в развитии нашей компании. Также осенью прошлого года состоялось участие группы компаний Skyway вместе с Пуховичским районом и с полкомом, а именно на территории Пуховичского района, в Минской области, недалеко от города Марина-Горка, нам был выделен вот этот участок земли в общей площадью где-то 36 гектар, на котором осуществляется строительство тестового участка. Так вот, вместе с Пуховичским райисполкомом группа компаний Skyway приняла участие в тендере, который осуществлялся в рамках программы «Зеленая экономика Республики Беларусь». И сумма 5 миллионов евро была разбита где-то на два десятка проектов, то есть часть этой суммы попала и к нам. То есть пришли деньги не только от частных инвесторов, физических лиц по методике краудинвестинга, по которой мы продолжаем активно работать, и эта методика показала свою же участь и эффективность. Эти люди-скептики, которые поначалу сказали, что вы занимаетесь фигнёй непонятно чем, никто вам денег не даст, сейчас, скажем так, мы проглотили достаточно горькую пилюлю, потому что убедились, что компания живёт, компания развивается, и мы уже очень близки к тому, чтобы этот проект был реализован. Чему мы, в принципе, здесь, в самой компании, ну, несказанно рады. И большая благодарность нам от нас, всем тем инвесторам, которые сегодня уже стали участниками нашего проекта. Что ещё было осенью важного? То есть осенью состоялась процедура закладки нулевого километра дороги Skyway, недалеко от города Марино-Горка, на территории Экотехнопарка. Вы видите на данном слайде, внизу фотография. То есть этот знак, это нулевой километр дороги Skyway. Состоялась международная конференция после закладки данного знака. Была высажена, скажем так, первая группа деревьев на территории Экотехнопарка, потому что у нас целый ряд инвесторов принял участие в акции «Посади дерево». То есть именное дерево. И сейчас такая возможность ещё есть, высадить своё именное дерево, которое будет высажено в октябре месяце на втором экофестивале на территории Республики Беларусь. И очень важная, наверное, века в развитии нашего проекта стало принятие решения специалистами группы компании Skyway о введении нового инвестиционного продукта. То есть нашим инвесторам с конца ноября предоставляется возможность стать со владельцами достаточно крупных пакетов акций нашей компании, долей компании, в рассрочку. То есть инвестируя незначительные денежные средства ежемесячно, то есть человек может, скажем так, позволить себе 25 долларов, либо 50 каждый месяц инвестировать, в итоге на выходе получить большой пакет акций. Кстати, добавлю ещё следующую важную информацию, что в планах компании к концу 2017 года каждая отдельная акция компании будет стоить 1 доллар США. Сегодня можно приобрести там за несколько центов, либо даже за несколько десятых центов, в зависимости от пакета, который вы сегодня приобретаете. Так вот, как я говорил, бизнес-план у нас чёткий с 2014 по 2017 год, разбитый на 15 этапов, и к 2017 году мы планируем продемонстрировать все три вида транспортных систем, городскую, высокоскоростную и грузовой транспорт SkyWay, и уже зацертифицировать его с целью строительства дорог в дальнейшем в различных уголках земного шара. Чем выгоден продукт, который называется рассрочка? То есть, как я уже сказал, для людей, для инвесторов, то, что они могут инвестировать незначительные суммы денег ежемесячно и в итоге получать на выходе приличные пакеты акций, то есть хороший уровень дохода в будущем. А для компании это выгодно тем, что мы можем видеть заранее, на несколько месяцев вперёд, какие как минимум инвестиции придут в нашу компанию, и, скажем так, это позволяет нам планировать вот те самые работы, которые необходимо провести на каждом этапе развития группы компании SkyWay. На 2016 год запланировано строительство и демонстрация городской дороги SkyWay, то есть в октябре месяце планируется уже показать в действии, что из себя представляет городская трасса. Параллельно осуществляется строительство лёгкой трассы SkyWay, так называемой юнибайки, и строительство грузовой трассы SkyWay, и будут продемонстрированы как в городском варианте, так и в грузовом варианте подвесные навесные. Подвесной-навесной транспорт, да, плюс ко всему грузовая будет продемонстрирована, грузовой терминал, то есть погрузка-разгрузка. У нас уже состоялось важное событие, я о нём уже несколько раз говорил на вебинаре в этом году, это первый экофестиваль 23-24 апреля на территории Минской области, и важной векой в развитии нашего проекта в этом году будет международный форум, который называется Inotrans, он пройдёт с 20 по 23 сентября в Берлине, и на этот форум специалистов нашей компании пригласили специалисты, которые организовывают данное мероприятие из Евросоюза. То есть не наши специалисты ходили, обивали пороги и просили спустить нас, а оттуда пришло, скажем так, приглашение, сказали, что да, нам известно, что есть такая технология, мы вас приглашаем, продемонстрируем, что она из себя представляет в разделе транспортной инновации, номинации в Берлин. После, кстати, берлинского мероприятия в октябре планируется как раз-таки второй экофестиваль, на котором мы планируем, что приедет где-то в 3-5 раз больше людей, чем на первой. А я вам сказал, что в первый день, 23 апреля, на территории Экотехнопарка, там, где было, скажем так, и выступление Анатолия Дорожевича Ницкого, была заложена капсула времени потомкам, да, но ещё осуществлена, скажем так, высадка деревьев уменных для тех людей, которые приобретали пакеты «Посади дерево», было более 700 человек. И так мы с вами в 2016 году. И в 2016 году, скажем так, всё стало развиваться ещё более динамично и бурно, чем в 2015 году. Важной верхой в развитии нашего проекта в этом году стало заключение экспертного совета Министерства транспорта Российской Федерации, который вы сейчас, в принципе, видите на экране, то есть протокол заседания, вот 11 февраля. История с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, скажем так, получила своё продолжение, потому что, если вы найдёте ролик, его найти несложно, на нашем канале в Ютубе, на сайте Анатолия Дорожевича Ницкого, именно про тот госсовет, про который я вам говорил в 2009 году, там Медведев сказал такую фразу «Найдёте деньги, пожалуйста, реализовывайте». И вот в начале этого года Анатолий Дорожевич Ницкий написал письмо премьеру Российской Федерации, в котором поблагодарил за то, что он обратил внимание на развитие нашей технологии в 2009 году и сказал, что тот вопрос, который вы задали по поводу инвестиций, мы на него нашли ответ. Приглашаем вас на осень 2016 года к нам на территорию Экотехнопарка, где мы строим, скажем так, демонстрационный участок, всё увидеть своими глазами. После этого состоялась презентация в Министерстве транспорта и было получено заключение, где экспертный совет при Минтрансе Российской Федерации признал технологию, разработанную Ницким, инновационно. То есть это было очень важное вехо, мы очень сильно этому радовались, но, скажем так, следующее событие стало ещё более, наверное, приятным. 25 марта тот же самый экспертный совет при Минтрансе признал технологию, разработанную Анатолием Дорожевичем Юницким, перспективной, то есть, по сути дела, перспективной с точки зрения использования данной технологии на территории Российской Федерации. Это важная, очень важная веха, мы на неё обращаем внимание, то есть, по сути дела, одна из самых крупных стран мира, да, нельзя назвать Россию сейчас самой развитой экономикой, но, тем не менее, обратил внимание на то, что есть такая технология и высока вероятность того, что она будет использована на территории Российской Федерации. Но это, наверное, важно для тех людей, которые стали инвесторами нашего проекта в январе 2014 года и часто слышали от людей, которые их окружают, непонятно, куда ты пошёл, в какую-то пирамиду в лес, да кто вам поверит, да что там это за технологии, и всё это фигня и так далее, и так далее. Я думаю, вы со мной согласитесь, что Министерство транспорта Российской Федерации не может назвать какую-то фигню, хайп там или как угодно его назвать, да, инновационной и перспективной технологией, которую нужно реализовывать на территории Российской Федерации. Вот то, что сегодня с нами происходит. На данном слайде вы видите информацию о мероприятии, которое состоится в сентябре в Берлине, да, то есть это форум, на котором будет порядка двух с половиной тысяч компаний представлены. Одной из них будем мы. В разделе транспортной инновации, там, я не знаю, в номинации или в категории транспортной инновации будет представлена наша компания. На данном мероприятии, как заявил Анатолий Дорочевницкий, наш генеральный конструктор, генеральный директор, будут представлены транспортные средства, то есть как раз городского Skyway и лёгкого Skyway, этот самый Unibike, то есть планируется на данном форуме уже показать, что из себя будут представлять данные транспортные средства. И в октябре уже, по сути дела, осуществить демонстрацию рабочей системы Skyway на территории Минской области, недалеко от города Мариногорка. И прежде чем, скажем так, перейти именно к предложению компании Skyway Capital, я еще хочу немножко ваше внимание направить в направление того, что мы все-таки строим в Минской области. Сегодня это называется не демонстрационный участок, а экотехнопарк. И буквально от генерального конструктора пару минут о том, что мы строим и как это будет выглядеть. Давайте посмотрим, а потом с вами будем двигаться дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 который займет 3 минуты. И потом мы с вами будем говорить непосредственно про предложение компании Skyway Capital. Продолжение следует... 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 выше 5000 процентов даже на минимальном пакете в дальнейшем это будет немножко корректироваться для поначалу это будет уменьшаться потому что как я вам сказал при переходе с этапа на этап рисковость вложений в наш проект становится все меньше и меньше и дисконт он тоже будет падать потому что сегодня нам вот вы видели ролик последний да нам есть что продемонстрировать нам не что показать а представьте себе ситуацию 2014 год январь месяц до первые инвесторы которым нечего было показать и нечего было пощупать по большому то счет но кроме роликов и информации юницкого и заверение его то что он технологию реализует если у него будет достаточное количество денежных средств и огромное спасибо тем кто поверил тогда огромное спасибо тем кто следует за нами сегодня итак инвестируя в технологию вместо с нашей компании с компанией skyway капитал вы в дальнейшем сможете получать прибыль от каждого километра построенных дорог по технологии юницкого а сегодня уже каждому из вас предоставляется возможность благодаря нашей партнерской программе которые есть компания skyway капитал построить собственный бизнес не дожидаясь выхода на мировой транспортный рынок технологии и на рынок инвестиций группы компании skyway уже сегодня можете зарабатывать денежные средства причем не делая каких-то тяжелых физических усилий по большому счету те люди которые активно работают по партнерской программе они осуществляют информационную деятельность то есть они по сути оповещают тех людей которые знают из своего ближнего окружения друзей знакомых коллег по работе людей из мира интернета да те которые особенно скажем так активно принимают участие в работе различных соцсетей дает информацию развития нашего проекта и у них получается создание партнерской сети в разных уголках страны и земного шара то есть данная возможность предоставляется каждому из вас а компания вас за это вознаграждает по партнерской программе вы можете получать до 20 процентов от своих собственных рекомендаций от тех денежных средств которые вы привлекаете в развитии нашего проекта в развитии технологий вы можете строить большую коммерческую партнерскую структуру до и до 24 уровня глубины получать вознаграждение от того товарооборота который данная структура создает очень важный момент у нас более подробно о партнерской программе как правило рассказывается по вторникам и пятницам и завтра кстати 18 часов у нас будет вебинар по партнерской программе вот поэтому вы можете прийти на этот вебинар и подробно разобраться что из себя представляет партнерская программа нашей компании что касается млм я вижу есть вопрос вы знаете да элементы млм здесь используются и в принципе ничего плохого в этом нет потому что партнеры которые поверили в развитие нашего проекта которые проинвестировали свои денежные средства в принципе они могут быть вознаграждены за то что просто помогают нам привлекать инвестиции и эту методику используют уже скажем так и в банковской сфере еще в целом ряде направлении в страховом направлении ну а скажем в реализации тяжелой технологии транспортной технологии это наверное делается впервые то есть мы где-то в этом плане первопроходцы то есть у нас чем интересен проект он связывает и технологию которая принесет огромное количество пользы всему окружающему миру и инвестиции и вот элементы млм да это партнерская программа которая позволяет зарабатывать сегодня денежные средства каждый из вас может создать партнерскую структуру задачи партнерской программы это привлечение в наш проект порядка 300 миллионов долларов сша это создание больших команд региональных лидеров у нас есть отдельная программа для тех людей кто активно принимает участие в развитии нашего проекта в своих регионах у них есть дополнительное вознаграждение за ту работу скажем так за ту ответственность которая на себя готовы взять в дальнейшем партнерская программа точно также будет работать и в тех адресных проектах которые планируются реализовывать и строить дороги в целом ряде регионов и российской федерации всего мира по сути партнерская программа и все что мы делаем это оптимизация всех бизнес-процессов которые происходят на сегодняшний день целью максимального привлечения прибыли прибыли это скажем для наших партнеров а для компании максимального привлечения денежных средств для реализации технологий о которой мы с вами говорили в первой части нашего вебинара сейчас я попрошу просто немножко скажем так сконцентрировать внимание потому что как правило на наших презентациях мы в основном показа просто пакета акций у нас с вами есть сутки и несколько часов сегодняшнего дня чтобы успеть сделать следующее действие до оповестить людей которые еще сомневаются колеблются и показать им разницу что произойдет если они скажем все таки согласятся и станут инвесторами мир 1 июня либо 3 либо что они потеряют если они не проинвестируют эти же денежные средства сегодня все из вас знают что у нас есть пакеты в рассрочку приобретения акций дают такие пакеты как старт сеньор стабильный бизнес на данном слайде вы видите отличие между инвестициями сегодня и завтра инвестициями послезавтра то есть если люди выберут и купить себе пакет после 1 июня под названием старт с ежемесячным 25-долларовой оплатой рассрочки суммарно это будет 250 долларов то после 1 июня они в итоге получат 26 тысяч 250 акций вот а если они успеют сделать сегодня либо завтра 32 с половиной тысяч соответственно то же самое вы видите на каждом пакете который представлен на данной странице у нас есть следующие пакеты крупные пакеты до которые ввели в нашей компании около месяца назад по просьбе наших европейских инвесторов и инвесторов скажем так из стран где достаточно высокий уровень жизни вы видите это тоже рассрочки с ежемесячной оплаты 500 долларов тысячи две с половиной тысячи пять тысяч долларов и дисконт на этих пакетах посмотрите как он разительно меняется то есть где-то процентов 40 да люди будут получать меньше инвестируя те же денежные средства после 1 июня и это будет то есть ничто не будет продлено как мы говорили раньше у нас бывало такое что детьми скажем так действие этапа например при переходе с одного этапа на этап там переносилась неделя 10 дней сейчас руководство компании сказала что никаких переносов не будет 1 июня седьмой этап и те пакеты акций которые вы видите внизу то есть вы видите пакеты акций которые у нас крупные тоже да с дисконтом от 500 до 600 соответственно будет четыре пакета приуроченных к мероприятию в берлине к инотрансу и дискон будет уже составлять от 280 до 335 то есть существенное изменение в количестве акций которые будут в каждом пакете пакет юбилейный да сегодня он действует и завтра а с 1 июня пакета под таким названием не будет это пакет который люди приобретали за 1000 долларов сша вот и последние два месяца действовал условие если они делали оплату второй раз тысячу долларов в течение месяца после первого они получали не 300 тысяч уже 480 тысяч акций и третий раз еще 570 тысяч а так вот этого пакета не будет если у вас есть люди которые в принципе готовы проинвестировать тысячу долларов и это им скажем так не перекроет кислород и они не перестанут кушать ближайшие месяца три то есть они готовы сделать такую инвестицию лучше если они это сделают сегодня либо завтра потому что потом дисконт вы видите да и количество акций в пакетах которые которые будет 4 точнее пакет который называется инотранс он будет рассчитан на 4 месяца как раз таки июнь июль август и сентябрь да и начисление начинается с двухсот тридцати пяти тысяч то есть соответственно дисконт будет первый за первый пакет не 300 а 235 вторая часть 270 дисконт 3 290 и максимальная 300 а если человек приобретет эти пакеты сегодня либо завтра то он начнет с трехсот а дальше будет еще 480 и 570 пакеты которые люди приобретали у нас рассрочку стоимостью 80 долларов ежемесячно на полгода 150 долларов на четыре месяца и два раза по 500 долларов да то есть 500 долларов за два месяца оканчивает тоже свое действие завтра завтра в 24 часа этих пакеты последний раз будут в нашем личном кабинете с 1 июня их не будет вот таким вот образом их традиционные наши пакеты которые находятся в разделе классических пакетов не акционных да то есть вы помните у нас был пакет на 15 долларов он сегодня еще есть и завтра будет минимальный пакет который можно будет приобрести с 1 июня номинал его будет 30 долларов если сегодня доходность по пакету в 30 долларов составляет 61 раз и на выходе вы получаете 1830 акций то с 1 июня там будет уровень доходности 40 раз дисконт будет 40 на выходе будет 1200 вы можете посчитать да на 33 процента уменьшение дисконта по минимальным пакетам соответственно все остальные пакеты тоже дисконт будет снижен если на 60 был 79 да то станет 50 если на 130 был 100 станет 95 на 200 был 102 станет 100 и так далее то есть на 1000 долларов был 200 дисконт традиционный пакет станет 180 то есть фактически в каждом пакете акции будет меньше опять же почему это делается потому что я объяснял рисковость вложения денежных средств наш проект она уменьшается следующая презентация которая состоится у нас 18 часов в четверг она будет немножко другой потому что там будет просто показан прайс лист уже существующий на момент седьмого этапа развития группы компаний skyway и вот те пакеты которые сегодня вы еще могли видеть которые относятся к шестому этапу их уже не будет то есть они останутся только скажем так наши с вами памяти и так для людей которые развивают партнерскую программу активно у нас есть целый ряд инструментов которые вы можете использовать расположены они в личном кабинете первый из них это маркетинг план план вознаграждения то есть там есть полное описание всех квалификаций какие условия нужно выполнить нажимая на одну из кнопок которую видите вы просто напросто получаете информацию что вам нужно проделать а внизу есть две ссылки скачивая файлы по этим ссылкам вы получаете себе текстовое описание маркетинг плана и получаете слайды по которым можете сами рассказывать информацию по плану вознаграждения реферальные ссылки наверно первый ваш инструмент благодаря которому вы можете зарабатывать здесь деньги если решили стать партнером нашей компании не просто инвестором который купил какой-либо из пакетов акций нашей компании да а именно еще и зарабатывать по партнерской программе то есть реферальная ссылка позволяет вам регистрировать за собой партнера в первого уровня соответственно они потом могут давать свои реферальные ссылки тем самым у вас развивается партнерская структура ссылки ведут на странице с информацией нашей компании в интернете на лендинг инвестора на сайт нашей компании есть две ссылки непосредственно на регистрацию партнера. То есть это для тех людей, которые уже, скажем так, получали от вас информацию, приняли решение регистрироваться, вы им сразу можете дать ссылку на форму регистрации в личном кабинете. Следующий у нас инструмент называется «Баннеры». Для людей, которые продвинуты в инфобизнесе, которые не понаслышке знают, что такое бизнес в интернете, для людей, которые имеют свои интернет-странички в виде сайтов, блогов, сайтов-одностраничников, страниц, в целом ряде социальных сетей, на страницах, скажем так, можно выкладывать какие-то баннеры, рисунки, подписные формы, вставлять HTML-коды. Как раз-таки более 60 видов баннеров вы можете разного размера. Они могут быть вытянутыми по горизонтали, по вертикали, они могут быть квадратными. В зависимости от размера того поля, в котором вы хотите разместить данный баннер, вы можете себе подобрать наиболее удобоваримый, скопировать HTML-код и отобразить его на своей интернет-странице. Раздел «Новостей» в личном кабинете в разделе «События» тоже относится к инструментам. Вы можете зайти и понравившуюся новость разместить в соцсетях, в тех, в которых вы зарегистрированы. Будь то ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Одноклассники, Мой мир. Нажимая на кнопочку «Соцсети», вы пишете короткий комментарий и подтверждаете, что вы размещаете данную информацию. У нас новости сейчас фактически появляются по 2-3 раза в день. А я помню то время, когда начало, например, 15-го года до середины весны мы радовались новости, которая появлялась раз в 2 недели. И мы считали, что мы активно развиваемся. К инструментам можно отнести вебинары. Такой, который проходит сейчас. Это презентация, на которую вы можете приглашать людей, которым может быть интересна возможность стать инвестором. Те, которые хотят услышать о чем-то новом, о технологии и так далее. Это вебинары по партнерской программе. Это череда обучающих мероприятий, которые вы можете найти в разделе «События» в нашем личном кабинете в расписании вебинаров. То есть там есть и темы вебинаров, и ссылки на них. Было бы желание эти вебинары посещать и приглашать на них потенциальных партнеров и тех людей, которым это может быть интересно. Это отличный инструмент, потому что зачастую у людей не получается, скажем так, создавать бизнес по партнерским программам, потому что они начинают кому-либо что-то объяснять сами. Вы на сегодняшний день являетесь тем человеком, которым вы являетесь. У вас есть какая-то профессия, может быть не одна. Но, возможно, вы до этого времени не имели никакого отношения к инвестициям либо к транспорту. И вы начинаете об этом сами рассказывать. Вы понимаете, что степень доверия людей к вам, но она не очень высока. А вот приглашая их на мероприятия, скажем так, на которых рассказывается о данной возможности, и это будут рассказывать не вы, а кто-то другой, либо приглашая этих людей на встречу к человеку, который вам дал эту информацию, кто-то зарегистрировал вас, он же их не знает, они его не знают. То есть они будут слушать. Ваша задача учиться, как это делать, и, ну, может быть, первое время кивать просто, подтверждать информацию. Потому что на эти встречи, как правило, ничего плохого не говорится, мы даем людям информацию о том, что мы из себя представляем. Дальше у человека есть своя голова, два полушария, и он принимает решение, интересно ли ему это или нет. То есть мы не занимаемся гипнотизированием, мы не занимаемся, скажем так, ушатыванием, уплюшиванием уговорами. Каждый, я думаю, взрослый человек имеет право принять решение самостоятельно, что ему нужно делать, что не нужно делать. Как я говорил, абсолютно любой инвестор имеет возможность обращения в службу технической поддержки. У нас есть окошки, которые находятся с правой стороны страницы в интернете. И будь то со страниц сайта, либо из личного кабинета, вы нажимаете на эту панельку, она открывается, и там вы можете писать свои вопросы в службу технической поддержки. Простые вопросы вы сразу получаете ответы. Если ситуация не совсем простая и нужна, скажем так, работа такого либо отдела нашей компании, то специалисты технической поддержки оформляют заявку в специальной программе, и специалисты, которые, скажем так, должны данные вопросы решать, решают эти вопросы. В целом, то, что я вам сейчас рассказал, достаточно кратко, может быть, сжато. Действительно отличная возможность принять участие каждому из нас в новом, в перспективном, в крупном инвестиционно-инновационном проекте. Приложить свои физические усилия, духовные, моральные, финансовые, пусть даже небольшие на начальном этапе. А у нас есть огромное преимущество. Партнерская программа, которая у нас есть, приходите завтра на вебинар, мы поговорим, чем она выгодна, чем она отличается, и что мы вообще с вами на сегодняшний день имеем. Мы немного можем поговорить о мире инвестиций, куда мы можем сегодня деньги вложить, какой доход мы можем получить, где мы что можем потерять, либо выиграть, и сравним это с программой компании Skyway Capital, которая предлагается каждому нашему партнеру. На данном слайде вы видите адрес нашей компании в Москве, где находится офис. Мы находимся недалеко от гостиницы Ибис. Вот у них строение 2, у нас строение 1. Вот так выглядит наш офис на улице Щепок, дом 22. Мы открыты для даже посещения нашего офиса, единственное, предварительно нужно связаться с менеджером. У нас в Москве, кстати, то, что мне понравилось, если вы позволите, я буквально небольшое отступление, то, что мне понравилось в июле месяце 2014 года, то, что я для себя увидел. У меня был опыт работы в MLM бизнесе, я на тот момент как раз искал возможность, скажем так, реализации себя самого, что-то интересного, где можно было себя применить. И оказалось, что компания как раз-таки на тот момент стала бурно развиваться, потребовались кадры в отдел информационной поддержки. Когда я понял суть, что из себя представляет этот отдел, я был в восторге, наверное, первые несколько месяцев. То есть у меня получалось, я спал, дай бог, по 4 часа в сутки, потому что, скажем так, и активно приходили клиенты, и самому нравилось то, что я делал. То есть что делает этот отдел? У нас есть процедура регистрации в компанию. Как только человек регистрируется, у нас база показывает, что появился новый потенциальный инвестор, который может быть даже еще не сделан никакого шага. Специалисты нашего отдела информационной поддержки обращаются к человеку, потому что он оставляет свой телефон, и задают вопрос, случайно ли он к нам попал или нет, и нужна ли помощь. Если человек говорит, да, я хочу разобраться, специалисты нашего отдела информационной поддержки с удовольствием помогают разобраться. Это вот то, чего мне не хватало в так называемом MLM-бизнесе, где, в принципе, часто приходилось вариться самому. Обращение в компанию, с которой я сотрудничал, как правило, занимали там не одну неделю, а то еще несколько месяцев, чтобы получить ответ. А здесь, получается, пришел человек, ему сразу помогают как разобраться в информации, так и заработать деньги помогают, потому что помогают ему доносить информацию своему окружению. Вот это меня очень заинтриговало и мне понравилось. Не считая самой идеей, которая реально близка к тому, чтобы быть реализованной и принесет огромную пользу всем, кто живет на этой планете. Так, я вижу, что появились вопросы. Условия всех пакетов, где-то, кроме как в персональном кабинете, можно посмотреть. Да, Алексей, если вы зайдете на страницы сайта Skyway Capital, это просто еще, не будучи зарегистрированным, там есть раздел новостей. И в разделе новостей вы можете понажимать, там выложена информация, какие пакеты у нас были, какие пакеты у нас будут, там приведены эти дисконты, то есть вы эту информацию легко можете найти, даже не будучи зарегистрированным в компании. То, что вы задали вопрос про MLM, ну, наверное, еще раз вам отвечу, я не вижу в этом ничего зазорного. То есть MLM это, в принципе, то, что известно давно, у него есть большое количество плюсов, и если люди делают, скажем так, шаги с открытой душой и не начинают, скажем, накручивать чего-то своего, вы знаете, это, наверное, самый демократичный вид бизнеса сегодня, потому что он справедлив. Вы здесь не можете зарабатывать больше, чем создаете сами. Но что мне нравится, если вы все делаете правильно, скажем так, не нарушаете норм этики и так далее, у вас и ничего не отнимут, если вы что-то создали, в отличие от каких-либо других видов деятельности. Но это как бы так, если может быть кратко, мы об этом можем долго говорить, о преимуществе MLM и так далее. Вы знаете, по поводу Финляндии, Светлана, то есть я знаю, что в этом месяце планировалось провести две презентации, по-моему, в городе Турку, я вам сейчас даже скажу, и в Хельсинки, то есть это был должен сделать Владимир Маслов, возможно, даже он это проделал, потому что его турне по Швеции, Дании и Финляндии намечалось на конец мая месяца, вот, и в Хельсинки планировалась презентация 20 мая, в Турку 21-го. Возможно, там идет сейчас организация, скажем так, ну, какой-то структуры людей, и в следующем месяце мы увидим, если там что-то есть, соответственно, у нас появится лидер того региона и появится его телефон. А я вас так и не пытался как-то вот судить или прочее еще по поводу того, что вы сказали, что это МЛМ. Я просто свое отношение сказал. К нему по-разному люди относятся, и каждый имеет право на свое отношение. Так, что еще? То, что звук пропадал, вы знаете, коллеги, я вот ничего не делаю, ничего не дергаю, то есть, возможно, это от качества интернета, который там есть с вашей стороны, да, у нас вроде бы все отлажено. Стаканы промежуточных опор, вы знаете, те, которые расставлены были на слайде, там же было сказано, что просто пока выгрузили вот эти вот небольшие основания, да, для тех опор, для строительства трассы юнибайков, то есть, они просто были выложены пока, потом их будут устанавливать, это их никто не закреплял еще. Просто была осуществлена выгрузка с автомобилей. Да, кто-то написал, что не верит, что год назад там ничего не было, вы знаете, даже не год назад, да, вот еще в конце июля на территории Экотехнопарка не было ничего. Мало того, мы еще постарались, там убрали лишние какие-то там поросли, деревья, кустов, которые мешали строительству. Это было, по-моему, 17 июля, вот. А сейчас уже очень много что сделано, и вы знаете, да, что трасса, должно быть две анкерные опоры, и причем эти анкерные опоры могут расставляться на расстоянии там 300, 500, 1000 метров, 2000 метров, 2500 метров друг по другу. Соответственно, у нас участок протяженностью там до полутора километров будут стоять две анкерные опоры, между которыми будут натянуты вот эти струнные рельсы, по которым потом будет бегать юнибусы. Какие еще есть вопросы, коллеги? От себя единственное могу добавить, да, вот то, что я вам показывал на слайде, сравнение, это тоже было выложено у нас в новостях, то есть те пакеты акций, которые у нас есть сейчас, и которые вы можете приобрести, вот эти вот слайды, которые я вам сейчас показываю, не поленитесь найти в новостях, где рассказ идет о седьмом этапе, о сравнении пакетов, новостях компании Skyway Capital. Вы все это можете найти, ну и по сути дела есть у вас время, чтобы принять решение, у тех людей, которым вы рассказываете, принять решение, стать инвесторами в нашем проекте. Одно хочу, наверное, вас попросить, друзья, постарайтесь, если вы уже планируете там переводить какие-то денежные средства и так далее, сделать это там, ну, до 18 часов по Москве завтрашнего дня, потому что, как бы мы ни предупреждали, как бы мы ни говорили, несметное количество инвесторов начинает переводить деньги в 23.58. Вот если вы так будете делать, то вы не успеете. А по поводу того, за счет чего создается натяжение на рельс, как раз вот две анкерные напопоры, в которых закрепляются рельсы струны, но струна это относительно, то есть это там легированная проволока, высокопрочная, например, до 5 мм толщиной, их большое количество, их пучок, они натягиваются. Юницкий приводил простой пример, действительно, если просто взять лист бумаги, да, вот там, и на него положить даже спичечный коробок, то он прогнется, либо, скажем так, коробок упадет. А вы возьмите, натяните этот лист бумаги и положите коробок. То есть, как он говорит, что, в принципе, данная технология давно используется, да, это как мостовая ванта, вы знаете, да, есть натяжные там мосты, которые держатся за счет натяжения канатов и так далее, и так далее. Вот это используется в данной технологии, только струны натянуты, они еще заложены, скажем так, в металлический кожух такой, да, внутри которого еще заливается бетон и сверху наваривается головка рельсы. Получается очень прочная структура. Вот если вы задали этот вопрос и хотите посмотреть, вы можете найти новости, опять же, в разделе новостей нашей компании за прошлую неделю, где показано испытание струнного рельса, даже без учета натянутых в него, скажем так, внутри струн. То есть, там взят рельсы, испытания, скажем, на изгиб, на прочность, на разрушение и так далее, и так далее. Посмотрите этот ролик, там очень интересно. Нет, Алексей, то есть 31 мая, завтра, да, то есть, ну, может быть, не совсем корректно написали в новости, ну, 0,0 часов, либо 24 часа, да, в принципе, это одно и то же, но, видно, написали не 24,00, а 0,0, скажем так, а суть одна и та же. Это одна и та же точка отчета. То есть, завтра вы еще можете стать инвестором в нашем проекте с дисконтом, который есть сегодня. Не совсем понял вопроса по поводу целой плети, то есть, плеть чего? Плеть струнных рельсов, рельсов будет два, либо один, в зависимости от исполнения транспортного средства, которое будет проезжать. Вот. Внутри струнные рельсы, точнее, струны, они могут быть как просто натянуты, да, скреплены между собой и прикреплены к стенкам струнного рельса, вот этого кожуха металлического, вот. Либо они могут быть, скажем так, сплетены, то есть, варианты могут быть разные. Вот таким вот образом. Поэтому сами струны, да, все правильно, они внутри рельса, и у них есть, как бы, коробка, да, вот металлическая, которая еще залита, скажем так, модифицированным бетоном, который тоже разрабатывали специалисты нашего конструкторского бюро. То есть, чтобы не разрушался металл, там, и так далее. То есть, как говорит Анатолий Дарчуницкий, срок действия, да, точнее, эксплуатации струнного рельса свыше 100 лет. Это очень важно. А я думаю, вы все знаете, да, то, что вот рельсы, которые используются у нас на железной дороге, их нужно менять периодически, что, в принципе, и происходит. Сбивается расписание поездов, электричек и так далее. И многие люди, например, в Подмосковье где-то, в среднем раз в 2-3 года на всех направлениях, а их у нас здесь 10, которые выходят из Москвы, да, люди начинают проблемно добираться на работу и с работы из-за того, что перекладываются эти рельсы. Раз в 2-3 года. А здесь раз в 100 лет. Даже больше. Вот вам экономия денежных средств, времени, ресурсов, скажем так, и нервов людей, которые передвигаются по той транспортной системе, к которой они привязаны. Вот таким вот образом. Хорошо, друзья, если нет у вас больше вопросов, сакцентирую внимание на чем. Сегодня еще будут вебинары, загляните в расписание вебинаров, раздел в нашем личном кабинете. Завтра, то есть послезавтра, на протяжении всех 7 дней недели у нас будут проходить обучающие мероприятия, презентационные и так далее. Поэтому посещайте их, приглашайте потенциальных партнеров. Ну и, наверное, рекомендация такая. Опять же, важный акцент. Постарайтесь максимально сегодня и завтра донести информацию до тех, кто, может быть, колебался, либо еще не слышал. Но, возможно, для них это будет очень важной вехой в их жизни. Да и вашей в том числе. Вы можете сделать людям хорошее, как мы говорим. Предоставить возможность стать инвестором, получать большие деньги в будущем. Предоставить возможность еще принять участие в дальнейшем в партнерской программе. Классно, классно. Плюс ко всему, если они это сделают завтра, а не послезавтра, они выиграют, и вы им этот выигрыш можете предоставить в среднем от 30 до 40 процентов большего количества акций в пакетах, которые они могут купить после 1 июня. Но ни много, ни мало. Поэтому, как вы поступите, вам, конечно, решать. Но я вам рекомендую, в принципе, эти два дня активно потрудиться. Спасибо вам большое за внимание. Всегда рад вас видеть на наших вебинарах. Приходите, приглашайте людей. Задавайте вопросы. Причем вы знаете, что самый глупый вопрос, который может быть в этой жизни, это незаданный. Я вам рекомендую, в любом деле, которым бы вы ни занимались, если вам что-то непонятно, не стесняйтесь задавать вопросы. Потому что это не будет показывать, что вы глупый. Глупым можно оказаться, если вы хотели что-то сильно спросить и не сделали этого, и остались в своих сомнениях. Вот таким вот образом. Все, друзья. Отличного вам вечера, завтрашнего дня. Жду вас на вебинаре завтра в 18 часов. Здоровья, любви, денег. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова